здравствуйте сегодня я предлагаю послушать сказку самым маленьким ребятам которые еще не умеют читать но очень любят слушать так сегодня мы прочитаем сказку известного французского писателя шарля перо красная шапочка жила была в деревне одна женщина у нее была маленькая дочка женщина купила и красную шапочку девочки красная шапочка так понравилось что она никогда не снимала ее все так ее и звали красная шапочка однажды мать испекла пирожок и сказала сходи-ка красная шапочка к бабушке снеси ей пирожок и горшочек масла да узнай здорова ли она красная шапочка сейчас же отправилась к бабушке другую деревню идет она лесом она встречу ей волк захотел волк съесть красную шапочку да не посмел потому что поблизости работали дровосеки вот он и спрашивает ее куда ты идешь красная шапочка я иду к бабушке отвечает она несу ей пирожок да горшочек масло а далеко ли живет твоя бабушка спрашивает волк очень далеко отвечает ему красная шапочка вон за той мельницей что виднеется впереди знаешь что говорит волк пойду к и я к твоей бабушке я пойду этой дорогой а ты ступай той я пойду посмотрим кто из нас скорее придет вот бросился изо всех сил бежать по самой короткой дороге а красная шапочка пошла по самой длинной по пути она собирала орехи гонялась за бабочками вала цветы не прошла она и пол дороги как волк уже прискакал бабушкиным дом и постучался тук-тук кто там спросила бабушка это я красная шапочка ваша внучка отвечает волк тоненьким голоском я принесла вам пирожок да горшочек масла бабушка лежала в постели больная по голосу она приняла волка за красную шапочку и крикнул дёрни за веревочку дверь и отвориться волк дернул за веревочку дверь отворилась бросился он на бабушку и разом проглотил ее потом волк закрыл дверь улегся в бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку скоро она пришла и постучалась тук-тук кто-то спросил волк услышав грубый голос красная шапочка сначала испугалась но подумала что у бабушки насморк и ответила это я ваша внучка красная шапочка несу вам пирожок да горшочек масла волк крикнул дерни за веревочку дверь и отвориться красная шапочка дернула за веревочку дверь отворилась когда она вошла волк закрылся одеялом до самых глаз чтобы девочка его не узнал и говорит поставь куда-нибудь горшочек масла да пирожок и полежи со мной отдохни с дороги красная шапочка легла рядом с волком и говорит бабушка какие у вас длинные руки это внучка чтобы покрепче обнимать тебя бабушка какие у вас большие уши это внучка чтобы лучше слышать тебя бабушка какие у вас большие глаза это внучка чтобы лучше видеть тебя бабушка а какие у вас большие зубы это для того чтобы съесть тебя с этими словами волк бросился на красную шапочку и проглотил ее в это время мимо домика проходили дровосеки они услышали шум сбежали в домик и убили волк потом разрезали ему живот и оттуда вышли красная шапочка ее бабушка они были целы и невредимы ну вот вы и послушали сказку а теперь я предлагаю вам сделать иллюстрацию к этой сказке из подручного материала сегодня у нас будут осенние листья для иллюстрации сказки нам с вами потребуются листочки опавшие от деревьев кленовые рябиновые можно мыли смолинки листья взять также нам потребуется клей фломастеры или карандаш и ножницы я приготовила белый лист большой и сейчас предлагаю вам начать с главных героев для злого волка мы возьмем кленовый большой лист вырежем ему глазки сделаем и наклеим на листочек глазки еще для нашего волка я приготовила уши и нос сейчас мы их примерим да и приклеим у нас будет серый волчище и большой нос и чтоб листик не торчал мы его можем немножко подрезать вот какой волк у нас получился теперь мы делаем красную шапочку для этого мы разрезали листик теперь наклеиваем на и клеиваем на бумагу это будет шапочка а это будет плащик теперь нам осталось дорисовать личико а а теперь дорисовываем лицо у красной шапочки глазик леснички а теперь чтобы у нас получилась полноценная картина мы сделаем домик из листочка можно просто вырезать мы его также приклеиваем где бабушка живет у нас и посадим лес на нашу картину тоже из разных из разных листиков все что сумели найти на улице красивые листочки осенние а теперь дорисуем дорожку по которой красная шапочка у нас идет к бабушке а теперь когда у нас все готово мы можем приклеить волка вот его место на нашей картине надеюсь вам понравилось а теперь вы можете включить свою фантазию и сделать иллюстрации к своим любимым сказкам и 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